Всем привет! В прежнем видео я показывал поплавок типа кивок под названием акробат, а сейчас хочу показать как я делал его минимизированную версию, более деликатную. Мне понятно, что это ограничит его применение, но в чем-то наверное должны быть и плюсы. В прежней версии к шарику грузоподъемностью около 11 грамм приклеен груз 5,4 грамма. Кивок был из трубки диаметром 6 миллиметров. Какие изменения хочу ввести в новую эту версию поплавка? Я хочу поставить груз 2,2,5 грамма и так как тело поплавка будет у меня огружено наполовину, то соответственно грузоподъемность его должна быть 4,5 грамма. И второе, я хочу сделать сам кивок из материала с отрицательной собственной плавучестью, чтобы при поклевке на переворачивание поплавок легче это делал, с меньшими усилиями. Теперь ход мои действия. Первое я стал пробовать подходящее тело будущего поплавка. Сначала пробую винную пробку. Она сама по себе погрузилась в воде на одну вторую. А с грузом 3 грамма она погрузилась полностью. Это очень маленькая для меня грузоподъемность. Пробую пробку от шампанского. Она тоже без груза уже грузилась наполовину. А мне нужно такое положение грузки, чтобы было при наличии груза. В общем пробки меня не устроили. Попробовав еще несколько вариантов, я остановился на шарике, который уже использовал лет 5-6 назад по плавке и кивке с проволочкой. Этот шарик я делал вот из такой заготовки с отверстием из пенопласта высокой плотности. В этом варианте я еще использовал петельку для прохода лески. Сверху была вставлена проволочка и в отверстие разведена в разные стороны. И потом боковые дырки забил материалом похожим на Эва с герметиком. Посмотрим, может эта петелька пригодится. Пробую этот шарик с грузом 2 грамма. Огрузка получилась наполовину. Это то, что надо. Решил обработать шарик сначала наждачкой, потом прижатием к столу. В качестве кивка я решил применить давно уже отломанный легкий углепластиковый кончик с маховой удочки. Он туго ходит в шарики. Груз 2 грамма я хочу расклепать и приделать в шарику. К сожалению, листового свинца у меня нет. Это было бы проще. Сначала действую пассатижами, потом молоточком. С одной стороны делаю его плоским, а с другой чуть закругленным. И собираюсь груз расположить внизу не четко по центру, а чуть сдвинуть, чтобы кивок при забросе не становился совсем вертикально, а сразу под своим наклоном от запутывания лески. Замеряю груз. Размечаю его в будущее расположение на шарике. Прикладываю к разметке груз и обрисовываю его. По этой линии прорезаю ножом пенопласт примерно на глубину 1 миллиметр и потом срезаю этот пятак. Примеряю груз. Хочу еще сделать впадину чуть поглубже. Груз нормально лежит в сделанном для него ложе. Теперь, удерживая его, сверлом с другой стороны делаю метку под отверстие для кивка. Вот эта смещенная метка. Просверлил отверстие диаметром чуть больше толщины кивка. Пробую. Нормально. Все сидит на своих местах. Еще для более точного усаживания груза в ложе силой прижимаю его об стол. Поставил метки на грузе и пенопласте, чтобы потом опять все правильно совместить. Так как я в дальнейшем собираюсь применять нитролак для покраски шарика и супер клей, а они разъедают пенопласт, я покрываю пенопласт двумя слоями клея ПВА. После высыхания клей ПВА становится прозрачным. Буду приклеивать груз на герметик. Наношу царапины на груз с другой стороны, чтобы герметик лучше держался. Наношу герметик на ложе в шарике и на груз. И вместе с кивком, совместив риски на грузе и шарике, вставляю груз. Груз на месте. Кивок туго движется через всю эту конструкцию. В месте прилегания груза с шариком наношу супер клей. После клея ПВА это можно делать. Потом нижнюю часть шарика крашу светлым нитролаком для ногтей. А верхнюю часть буду красить оранжевым нитролаком. Чтобы более четко сделать это разделение цветов, временно наклеиваю на шарик полоску из изоленты. Изначально я хотел сделать, чтобы кивок двигался в теле поплавка и таким образом регулировался наклон. Но понял, что иногда происходят сдвиги сами по себе из-за скользкого углепластика и из-за того, что он имеет маленькую конусообразность. Эту проблему конечно можно было бы решить применением вместо углепластика бамбуковой палочки. Но все же сейчас больше хотелось применить углепластик с его отрицательной плавучестью. И подумав минутку, я придумал как закрепить этот углепластик в пенопласте намертво. Я замерил сколько кивка будет находиться в пенопласте и этот участок чуть зашкурил. И опять, применяя нитки и клей, сначала на самом низу кивка делаю утолщение, а потом типа резьбы. Сначала с краю наматываю два-три слоя ниток, потом клея, потом опять нитки. После формирования этого утолщения иду выше, формируя типа резьбы. Шагом 1-1,5 миллиметра. Закрепляю клеем конец резьбы. И покрываю всю резьбу клеем. Вытираю лишний клей. И жду, чтобы он высох. Теперь вкручиваю по резьбе кивок. В самом конце еще кручу, чтобы это утолщение застряло в грузе. И в это место капаю клей. И в месте прилегания кивка и шарика с другой стороны тоже мотаю чуть ниток и пропитываю клеем. Проход лески через кивок можно, конечно, и так сделать, тем более, что у меня петелька осталась с прежних времен. Но маленький недостаток будет при данном монтаже, так как подсечка чуть не сразу будет передаваться на снасть. И я решил опять сделать Г-образное крепление, только делаю его не из трубочки, как прежняя версия, хотя можно ее применить, а с оставшегося отсюда же углепластика. Сначала делаю кончик кивка с одной стороны чуть плоским. И так же поступаю с будущим Г-образным участком, на котором будет крепиться леска. Ставлю этот участок на место. Капаю чуть суперклея, жду пока он прихватится. Прихватился. Но держится понятно, что еще не очень хорошо. Дальше нитки и клей. Сначала делаю три оборота, но совсем не туго, как бы между палочками. Как будто я хочу оторвать друг от друга их, это чтобы заполнить возможные пустоты. Потом чуть потуже, крестообразно. Теперь пропитка клеем. И далее опять крестообразно, уже туго. Опять пропитка. Потом еще можно крестообразно и восьмиобразно. И опять клей. Готово. Можно было бы даже меньше ниток применить, и так бы хорошо держалось. Если вы заметили, я часто применяю нитки и суперклей, и мне это нравится. Но надо не забывать, что он токсичен. Я когда клею, стараюсь сквозняк делать, и чтобы пары мимо меня проходили, и желательно уходили в ближнее окно. И чтобы из ниток и клея получился прочный компонент, надо, чтобы клей был действительно жидкий. Особенно это касается клея в малых тюбиках. Он должен быть свежий или недавно распакованный. Со временем он постепенно начинает густеть, и уже будет неспособен хорошо пропитать нитки до самого основания. Если нитки мотать слой к слою, то нужно мотать два-три слоя и пропитывать. Потом дальше мотать, если нужно. Если нитки мотать крест-накрест, то можно на пару слоев больше. Ну и нитки, конечно, разные бывают, и по-разному пропитываются. Например, шелковые надо мотать не более двух слоев и пропитывать. Вот мой один из примеров применения ниток и клея. Я не нашел дополнительный дешевый квивертип с диаметром посадки 3 мм к моему фидеру. Я купил доступный квивертип с диаметром 2,2 мм. Намотал два слоя ниток слой к слою и пропитал клеем. Потом зажал пальцами в мелкой наждачке и, прокручивая, догнал до 3 мм. И в конце опять покрыл клеем. Этот квивертип я уже использую более года, но это просто к слову, для примера. Теперь опять к кивку. Г-образный отросток у меня получился 17 мм. На него с двух сторон туго одеваются кембрики, через которые проходит леска. Движением кембрика в большом плече этого отростка осуществляется регулировка наклона в небольших пределах. Или также если вес оснастки чуть поменялся, а вы хотите, чтобы кивок оставался в этом же положении. Кембрик можно высовывать даже за пределы этого отростка и наклон станет максимальным. Наклон кивка станет выше, если сдвинуть кембрик ближе к месту крепления. А если кембрик придвинуть совсем вплотную к креплению, то кивок поднимется еще выше. Такое же положение кембрика можно использовать, если вы добавили вес оснастки. Или, допустим, насадка добавила этот общий вес. Первые пробы на воде показали, что с данной длиной кивка поплавок получился слишком деликатный. Он огоружался грузами от 0,1 до 0,15 граммов. Но ничего, я исправлю. Сделаю кивок короче. Для этого я выкусываю крепление, заодно покажу, как он крепко держится. Ну вот, выкусывал я 4-5 минут. На углепластике еще остались остатки. Их придется напильником стачивать. Обрезал кивок короче. Прихватил отросток уже ниже, на новом месте. Вот результат уже с нитками. Первая проба на воде показала желаемый результат. Кивок огружался под нужным углом грузом 0,2-0,25 грамма, в зависимости от положения регулировочного кембрика. Увидимся. Кивок кивок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В штиле, в растительности, в окнах, под камышиком, на осторожную и привередливую рыбу. Продолжение следует... Ну вот как-то так. Всем удачи, пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...